Доброго дня! Приветствую всех гостей на своем канале. Чего только не выдумывают люди. Мало вещей на свете, столь разнообразных, как автомобили. Здесь человеческая фантазия действительно подарила нам огромное число всевозможных вариантов транспортных средств. Некоторые из них получились очень и очень странными. В этом обзоре собраны именно такие автомобили. Этот автомобиль появился в конце прошлого века усилиями конструктора Уолтера Джерома. Его название происходит от английского слова «сюрвивал», которое переводится как «выживание». Концепция автомобиля заключалась в желании создать самую безопасную машину в истории. У машины был круговой бампер и сдвигающиеся двери. Несмотря на благую цель, автомобиль получился крайне плохо управляемым. Другой автомобиль, который появился во второй половине прошлого века, благодаря инженеру Альфреду Джулиано. Машина позиционировалась как самое безопасное транспортное средство в истории человечества. В ее основу лег Бьюик Родмастер, от которого модель в первую очередь взяла шасси. Кузов машины был сделан из стеклопластика. Передний бампер, по задумке конструктора, должен был подхватывать, а не сбивать пешехода в случае аварии. Данный концептуальный автомобиль показали на автошоу в Детройте в 1967 году. Машина получила сразу девять престижных наград. Однако в производство так и не пошла. Причин на то было несколько. Странный пикап был придуман конструктором Гэри Брэдли. Кстати, использовать для перевозки грузов этот пикап было нельзя. Автором этой машины является Брюс Мосс. На самом деле всю свою жизнь он занимался созданием самолетов, но в какой-то момент решил создать суперудобный легковой автомобиль. В конечном итоге получилось не то чтобы очень хорошо. Из любопытных особенностей этого концепта в первую очередь стоит отметить наличие одной единственной двери, которая расположена сзади. Слова «шестиколесный суперкар» могут показаться бредом. Но только не для создателей Ковини С6W. Разработана концепция была в 1976 году итальянцем Ферруччо Ковини. Проект постоянно откладывался по разным причинам, поэтому первый подобный автомобиль увидел свет только в 2004 году. Но три оси не предел. Как насчет четырех? Этот необычный электромобиль был создан еще в 2001 году. Сконструировали его мастера из Японии. Уже тогда машина могла развивать скорость до 311 км в час. Общая мощность всех электромоторов составляла 590 лошадиных сил. Запас хода при этом был около 300 км. А как насчет чего-нибудь отечественного? Вот этот автомобиль был показан в Париже компанией «АвтоВАЗ» в 1998 году. Этот страшненький уродец также является электрокаром, который разгонялся аж до 90 км в час. Машину хотели выпускать в России, но как-то часто бывает, что-то там пошло не так. Ну вот про странные машины и все. Зато других странностей в нашей жизни хоть отбавляй. Особенно в России. То цены на бензин неоправданно повысят, то пенсионный возраст увеличат. Хотя и так большинство-то не доживает до пенсии, но, видимо, для гарантии увеличили, чтоб даже не надеялись дожить. До свидания. Мир вашему дому. Берегите себя сами. Похоже, у правительства совсем другие заботы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова